Ребята, вот первая куча у нас. Не знаю, что здесь есть. Тут всякие мелочевки. Кабеля. Какой-то музыкальный центр. В общем, в принципе, ничего нет. Единственное, что здесь может быть что-то внутри там интересное. Ну, думаю, что и там, кроме кабелей, ничего интересного тоже нет. Ладно, едем дальше. Ребята, еще одна куча. Смотрите, что здесь у нас имеется. Ну, в принципе, да, вот такая вот лампа. Ладно, едет машина. Я тут, короче, встал на дороге. Уезжаю. Вот, еще раз смотрим. Вот, ну, лампа винтажная там. Все этого, ну, блин, этого уже и так хватает. Не будем здесь ничего брать. Едем дальше. Так, еще одно стоит. И вот тут, смотрите, газонокосилка от фирмы Сабо. Плюс велосипед, плюс эта штука. Вот эту вот газонокосилку надо послать человеку сейчас фотографию и сказать, где она стоит. Тут вот, смотрите, блин, тут пипец, что творится. Накидали тут конкретно. Дофига. Вот, а тут вот такой аппарат лежит, и мы его заберем, потому что это музыкальный аппарат. Вот, ну, в принципе, здесь взять больше нечего. Здесь один хлам, мебель. Вот, а вот этот аппаратик мы заберем. Еще одна кучка. Посмотрим, что здесь есть. Вижу монитор, клавиатурку, утюг. Да, блин. Опять, в принципе, ничего хорошего нет. Под монитором что? Пульт. Еще один пульт. Зубные щетки. Какие-то мелочи, батарейки. В общем, в принципе, ничего хорошего нет. Все, едем дальше. Смотрю, конкуренты разъездились уже. Вчера их не было, сегодня появились. Ладно, поехали дальше. Так, вот здесь вот такое пианино. 601к. Ну, в принципе, я знаю, это недорогая модель. Вот, тренажерчик. Музыкальный центр какой-то. Что у нас здесь? Гарлянда и столик вот такой компьютерный. Столик прикольный. И вот еще тренажерка. Кстати, хороший тренажерчик. Даже очень. Видите, все рабочее. Тренажеров куча сейчас. Ладно, поем дальше. А вот еще кученцы. Смотрите, какая. Прям дофига тут всего. Вот. Если что-то стоящее, это другой вопрос. Видео мониторы, всякую мелочь, всякая фигня, блин. Пятёво здесь ни хрена нет. Точно. Здесь даже не стоит время тратить. Так, тут вот еще кучка. Кофемашина неинтересна. А вот этот светильник может быть. Я его возьму. Проверим дома, работает ли он. Посмотрим. Вижу там сейфик. Здесь всякие инструменты. Вот такой прикольный инструментчик. Кусачки хорошие. Заберем. Сверлилка, колеса, короче. Вот здесь меня интересует одна вещь. Смотрите, здесь сейф, и он очень тяжелый. Там что-то есть. И тут что-то в нем лежит. Короче, посмотрим. Тут вот еще одна огромная куча. Вот. Но тут я вижу один только какой-то шпермиоль. То есть тут электро практически ничего нету. Металл. Электрического ничего. Тут целый мешок с какими-то прибамбасами для катания на роликах. И все. Хорошее колесо от велосипеда. Кстати, действительно классное. Ладно, едем дальше. Тут вот еще что-то стоит. Посмотрим. Швейная машина. Здесь какой-то хлам тоже лежит. Диваны винтажные. Ну, в принципе... Ну, в принципе... В принципе, нечего взять. Поехали дальше. Ребят, смотрите. Очень старый компьютер. Как называется? Банач какой-то. Очень старый. Может быть, даже денег стоит. А здесь, смотрите, что есть. Вот такие вот лыжи. И вот такие... Что это? Гантели. Такая гантеля. Воды набираешь туда. Ну, это винтажная уже точно. Ну, такие лыжи есть. Смотрите. Кто хочет на лыжах кататься? Вот, пожалуйста, вам. Цак-цак. Так, ну, меня интересует этот компьютер. Что за комп такой? Интересный. Панна-Тек. Я думаю, что не буду я его брать, потому что он не особо знакомый мне. Ладно, ем дальше. А вот еще одно чудо стоит тут. Вот тут, похоже, нужно забирать кое-что. Вот этот комп. Вот этот. Нужно посмотреть. Смотрите, у него корпус хороший. Керхер стоит. Что там еще? В принципе, больше здесь ловить нечего. Вот эту вот штуку снимем на афинаш отсюда. Вот. А вот этот, наверное... А, здесь все поснимали. Да, ребят, здесь все поснимали. Оставили нам только две оперативки. Вот. Две оперативки оставили. Ну, корпус мы тогда тоже не будем брать, раз уж так. Раз уж так, значит, поем дальше. А тут еще целая куча лежит электрического. Похоже, тут ничего нет. Вот там только... Какие-то вешечки. Что это? Колпаки. Что? Два разных... Нет, нам не надо, поем дальше. Очередное богатство. Что здесь мы имеем. Так. Винтажненький магнитофончик. Забираем. Такое можно продать. Сейчас посмотрим, что еще есть. Домкраты какие-то. Тут в основном железо. Да, хороший радиоприемник, коник, но без крышки, к сожалению. Там рулёха. Окей, вот они из-под пива, ребята. Здесь алюминиевые, прикиньте. Алюминиевые кеги. Так. А что у нас здесь? Шуметь не надо бы. Чугунная гусятница. Офигенная. Ну, там всякие мелочи. Ладно, идем дальше. Ребят, ну здесь выходить не буду. Какая-то железка стоит, потом от печки вверх и какой-то ресивер маленький с пультами. В общем, в принципе, поедем дальше. Кстати, вот это вот. Вот это вот. Вот это цветомузыка. Там вот еще что-то лежит. Сейчас посмотрим. Алло. Ну, это вот. Ага, что-то. Ага. Ну, я посмотрю. Я посмотрю. Что-то, что-то. Да, посмотрю. электроник так и что у нас здесь у нас фотоаппарат вот такой есть футик медиум что за футик ладно возьмем посмотрим такая рамка футик 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 ладно возьмем посмотрим ну и шейдер полный им дашь ребят кое-что еще здесь вот стоит пылесос dyson dyson хороший пылесос ну блин если его выкинули тоже он убитый стопудов dyson flex вижу маленький сейчас выйду посмотрю кстати посмотрим что за фирма фирма неизвестная вот так вот dyson работает нет но ушатан он в понос щеткой dyson блин рискнуть что ли забрать dyson давайте заберу его нафиг посмотрим что он из себя представляет сделаем обзор на 1080 пикселей все пора отсюда уезжать машина есть в общем брать не будем не он старенький это мы уже видели вот это выставили новая вот ну конечно да старенький мы не будем выбрать тут еще кое-что увидел ну да ну да едем дальше так ну здесь в принципе даже выходить не стоит поедем дальше так что у нас здесь такого гирлянда гирлянда это что у нас такая большая навигация нету навигация это фигня взять ничего гирлянда нам не нужна колонки кто едем дальше здесь ребята смотрите что здесь творится вот эта игра заберем телефон какой-то старый вот этот заберем без батареи правда но ничего радио тут ламповая но завалено так что мы вот у нас фен топ крафт без регулятора такой нам не нужен такой нам не нужен рубанок принципе здесь все что у нас здесь это что-то винтажная колонка тут у нас тоже тут взять нечего тоже ладно такая большая куча взять нечего и дальше а тут смотрю по прибавилось вот такой музыкальный центр прибавился с даже с этим как с проигрывать и вот дальше чем велосипеды три штуки аж взрослый юношеский и детский вот ну и вот такой монитор фуджитсу сименс кстати они хорошего такие мониторы алюминиевые прикольные вот но монитор нам не нужен что у нас вот здесь вот вот в этой штуке интересно запаковано какой-то это палатка а вот еще самокат так ну ладно здесь на взять нечего колонки тоже не будем брать чуть-чуть и вообще за аппарат то что-то у нас тут еще стоит много чего но тут похоже да тут шпермюль тут ничего хорошего нам найти не светит ковры кресла еще ковры еще кресло тут какая-то кухонная фигня и тут вот такая рега для бутылок в общем в общем в общем в общем в общем едем дальше ребят привет всем ну что снова поездили мы снова в принципе неплохо находок немного но они зачетные кстати насчет находок то что то что их немного вот мне вот пишут комментариях бери все там что ты то не берешь что ты то не берешь ребят честно говорю ну не не крохобор я блин я не забираю все что все подряд то что он мне надо и не надо я вижу что в принципе мне могло бы пригодиться и это беру если это мне не пригодится как вот в прошлых видео были два привет проигрывателя пластинок даст ну как это два комби гирей так комби комби комбайны так называемая пластинки там кассеты и радио эти два прибора они хорошие как бы если бы для себя оставить то конечно же можно вот но мне лично не нужны а продать их здесь возможности скажем так ну может быть даже есть но проблема то что они большие там коробки надо искать в общем не стал я их брать пусть заберут те кому они действительно нужны вот я и в принципе всегда так делал давайте так знаете у каждого есть даже вот ездит у меня там конкуренты я говорю да вот у каждого своя скажем так ниша должна быть если мне не нужен допустим холодильники и стиральные машины то пусть их забирают другие люди вот а мы будем пользоваться другими вещами я беру в основном такие вещи небольшие не емкие вот ну и на вскидку уже в принципе знаю что можно продать что нет когда мне начинают говорить что почему ты не берешь старые компьютеры они там то 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 вот это значит вы не не меряйте по меркам россии украины здесь совершенно другое здесь эти компьютеры никому не нужны вот если компьютер то он должен быть ну минимум минимум современный минимум с хорошим процессором и так далее вот в общем не будем к этой теме больше возвращаться я думаю вот все вот эти комментарии почему не берешь велосипеды вы знаете иногда беру иногда очень редко вот но велосипедах я опять же не разбираюсь особо я не понимаю я не могу на вскидку определить велосипед дорогой он или нет какие там запчасти дорогие или нет потому что я в ими не занимаюсь вот поэтому чтобы мне взять велосипед мне нужно быть ну просто на сто процентов уверен что действительно он там какой-то крутой вот недавно я нашел велосипед это кстати ни в одном обзоре не было там был велосипед хирш кирш называется кирш спортивный велосипед чисто спортивный гоночный вот он был без одного колеса и второе кольцо переднее кольцо было без покрышки вот я его забрал понимая что в принципе даже такой в таком виде он будет стоить денег вот у него алюминиевая рама там все все дела и он такой винтажный приход я домой а посмотрел такой велосипед полностью в сборе стоит ну стоит на продаже за 1700 евро поэтому я выставил на продажу на ebay ну посмотрим сколько за него дадут вот но я думаю что какую-то деньгу я за него точно получу ладно поехали дальше у нас сегодня как я сказал находок не особо много но они зачетны а в конце вас ждет вообще финальный босс вообще ну просто бомба вот и давайте так по мелочи сразу пойдем вот у нас вот такой фотоаппарат найден фуджи фильма называется но судя по вот этому окошку может быть я ошибаюсь а ну да да вижу старенький вот 32 мегапикселя у него как бы поэтому в принципе находка такая еще думал брать не брать думаю да возьму потом посмотрим обзорчик на нее вот такая карта 128 мегабайт олимпус ну карту мы оставим вот сам этот фотогерет конечно не выкину потому что никакущий дальше извиняюсь что у меня насморк вот такая вот вещица сначала я думал что это такое этот тетрис причем тетрис от шпаркас и ну такой подарок найти тут кнопки кнопка в данном в общем тоже это самое думал может быть что-то от нинтендо такое винтажно но нет я его выкину потому что он в принципе такой тетрис от шпаркаса он не ценится тут у нас есть на афинаж такая вот вещица 512 гигабайт 512 гигабайт тоже два афинажа и телефон погрызанный собакой я думаю такой телефон сразу на просто выкинуть снова потому что потому что в принципе здесь экранчик может быть на запчасти он и пойдет оставлю ладно кстати мне вот недавно комментарий человек писал насчет афинажа того что я гигабайтные планки памяти отправляю на афинаж и он написал в украине гигабайтные планки стоят 2 доллара вот но опять же это в украине здесь они не стоят ничего практически вот и кстати с украины мне человек писал я ему посылал раньше эти гигабайтные планки и он мне писал что не надо не стоит их послать потому что они никому не нужны они может быть и стоят 2 доллара может быть кто-то их там и купит одну планку в год в общем это не актуально сейчас смотрите вот такой светильник видели да я его взял тогда включаем его пилин его можно вот так использовать да то есть как бы вот либо его можно использовать вот так светит он как у нас светит допустим сейчас уберем здесь свет нас ведь конечно он не бог есть как то что такое какой-то он такой оригинальный кимована не знаю не знаю даже короче наверное подарю кому-то мне такой принципе не нужен потому что охоте оригинальный все но светит он не очень я думал его взять себе для того чтобы когда вот ты что-то мастерить допустим да вот так вот над собой раз и здесь более-менее хорошо видно но светит он не особо сильно поэтому думаю наверно кому-нибудь его подарю ладно сейчас пойдем дальше у меня несколько находок таких здесь как я сказал финальный босс там еще есть вот который я потом буду снимать в принципе с руки либо с головы вот смотрите очередная находочка хорошая вот такой вот он кю вместе с пультом ресивер амплифер r1 tx sv434 хорошая вещь не будем пока включать вчера он стоял на него падал снег и смотрите здесь отсутствует две ножки вот раз и два но ножки у нас есть покажу непорядок у нас вот видите целая куча тут ножек этих вот таких и всяких вот что-то подберем конечно же поставим ножки и будет офигенный усилитель вот кстати насчет розыгрыша в меня спрашивают когда будут опять розыгрыш ребят розыгрыши тогда когда вы об этом позаботитесь вы подписчики и зрители канала позаботитесь о том когда будут розыгрыш потому что у нас допустим вот сейчас на балансе донатов есть 800 рублей вот 800 рублей это конечно же недостаточно для того чтобы посылать к посылку кому-либо да вот поэтому розыгрыши будут тогда когда мы наберем достаточное количество денег на посылку вот разыграть мы всегда все найдем что у нас есть даже сейчас у нас вот два ресивера нет один есть усилитель чистый усилитель от фирмы фирма-фирма-фирма-фирма-фирма кинут кинут у нас есть и вот у нас есть вот такой вот он уж не проверили но я думаю что с ним будет все в порядке вот ну и вообще-то всегда можно найти что разыграть принципе поэтому давайте это самое активизируйтесь кто сколько может и быстренько на собираем сумму сделаем очередной розыгрыш все вот смотрите вот такую вот такая попалась мне штука сначала не понял что это потом понял ребят это у нас шарики для пистолета вот тот пистолет который у меня который нашел помните давно давно уже это как раз для него четыре с половиной миллиметра шарики стрелять воздушка поэтому зачетно пригодится конечно же постреляем у меня как раз шарики которые я докупал покупал они уже так вот ну заканчиваются это вот еще целых сколько 500 штук сколько штук тысячи штук здесь вот ну какое-то количество может здесь отсутствует тысячи штук нормально вот дальше у нас еще одна . вот такой вот зачет ненькая радио радио юнг таймер это не пол таймер это юнг таймер полностью в комплекте кассетничек здесь короче все это вот на такие автомобили ставится как допустим ну не совсем старые 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 автомобили это как их называют old timer а вот допустим гольф 1 гольф 2 это уже юнг таймер и вот туда идут вот как раз вот такие магнитофон чеки вот поэтому я думаю будет продан вот я еще не пробивал его конечно вальд хам стереокассеты вот он не оригинальный автомобильный какой-то но я думаю что его заберут в таком виде в таком состоянии он очень даже себе должен нормально продаться в общем посмотрим посмотрим так и так дальше дальше еще одна вещица вот такая вещица по имени и биться и и биться и и биться у нас и биться такой вот усилитель а mp 300 power amplifier вот что видите в грязи прям настоящий как с настоящей помойки прям как с настоящей помойки так здесь его немножко стукнули в общем него на вытереть почистить протереть виде у него какие соединения то есть у него и такие 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 в общем нужно будет проверить нашел я его в таком месте где живут такие люди которые блин вряд ли что-то хорошие выкинут ну мало ли конечно же посмотрим от него вот даже горелым воняет даже пахнет горелым возможно он действительно негодный ну конечно же проверим все вот кстати насчет людей там один мне в комментарии написал имя его какой-то ну это я сейчас утрировать буду какой-то джэндлбек кендербеков вот но то есть это не не камень в огород какой-то определенная нации либо там вообще кому-либо в общем просто говорю что не русский человек не русский с нерусская фамилия какой-то с азиатской фамилии и именем и он пишет не позвай русскую нацию чё ты там лазишь по помойкам немецким и это еще выкладываешь в в этот в youtube в общем вот так вот он написал вот на мадам ответил конечно же подобающий вот и хотел бы сказать вам какое дело такие вот детям таким таким же детям как он и хотел сказать вам какое дело блин русскую нацию не позвать ты вообще кто блин как какое дело к русским имеешь вот я-то не русский а ты так вообще подавно блин так что это самое как ему написал иди барана в пассе вот но в общем там не в обиду кому-либо да вот на такие неадекватные комментарии я адекватно отвечаю всегда в таком вот тони вот потому что нихер лезть не нравится что-то пошел нахер блины иди смотри блин он как это самое как 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 русские не позорят свою нацию вот так в общем короче иногда иногда блин нервирует вот такие вот индивидуумы ладно вот такой вот у нас аппарат и сейчас я значит в принципе сейчас я снимаю камеру для не всегда снимая камеру со штатива здесь и буду снимать с руки потому что два прибора у нас очень большие и их нужно рассматривать будет скажем так в другом формате итак продолжил ребят смотрите мне тут кое-что забыл короче ну в общем сначала о том о чем я забыл потом об этом об этой находке у нас же был еще найден сейф он так и лежит у меня вот он в пульте вот и там что то есть поэтому давайте так финальный босс у нас сегодня будет сейф потом вскроем вот а пока у нас пылесос вот такой дайсон не многие люди говорили дайсон там бывает попадается ты не берешь их почему ну вот взял посмотрел ну короче пылесос такой до продаваем и можно продать вот здесь у нас очень внешний вид плохой то есть его где-то использовали на какой-то скорее всего стройки что-то им какие-то блин цемент или что-то там пылесосили непонятно поэтому я сейчас заберу отвезу на мойку вот здесь вот видно что вот эти вот колесики они ерзали по какому-то бетону в общем отвезу его на мойку про пылесосе его про про мою прямо под давлением водой бабах на его но в общем приведу в порядок посмотрим потому что что к чему но думаю что вот эти вот вот это вот шланг этот гриф наверное они все таки уже смотрите он немножко сплющенный то есть скорее всего просто пылесос будет продаваться без вот этих вот прибамбаса возможно вот это только ну в общем посмотрим вот включаем рабочий то есть все кого в этом плане все нормально в общем его нужно сначала помыть что мы сделаем сначала вот а второй-второй у нас вторая находка это вот такие ребята компьютер так давайте соберем кабель вот так и в сторону уберу чтоб он не мешал и вот там у нас стоит наш сейф так смотрите такое пыль и что ли я пытался сейчас этот компьютер немножко вытереть от пыли он кстати запаленный очень сильно знаю как он будет внутри но снаружи он был запаленный я его вытер чуть-чуть вот такого формата у нас комп смотрите у него что стоит у него стоит intel inside core i7 гигабит повара что-то там бля-бля-бля вот здесь у него какая-то какие-то настройки кнопки здесь у него смотрите есть место для того чтобы экстерный жесткий диск поставить сюда да то есть знаете что такое экстерный жесткий диск отдельный найдет дальше у него два лаутверка здесь много для разных карточек этих вот портов и вот тут у него сейчас покажу вот так вот вот видите сколько пыли здесь внутри жесткий диск вот что-то вывалилась смотреть что-то вываливается короче же его видите смотрите пыли короче его нужно чистить у него жесткий диск на 2 гигабайта стоит вот он посмотрим сейчас что у него внутри сейчас я немножко отключусь положу его на бок и будем смотреть откроем посмотрим что он внутри стоит вот так он выглядит с другой стороны не хватает болтика вот он кстати вот такой болтик у прям у меня на столе вывалился отсюда вот поэтому болтик нужен будет закрутить сейчас откроем посмотрим что внутри стоит вот так вот выглядит я честно говоря офигел смотрите у него стоит жесткий диск один мы видели да у него есть возможность поставить сюда экстерный жесткий диск и у него есть возможность поставить сюда раз два три четыре жестких плюс еще здесь вот для всяких прибамбасов еще есть места то есть сюда его в тверк еще можно поставить в общем тут пипец вот вот такая стоит фрицер какой-то у него охладитель ну как этот кулер вот в пыли конечно же смотрите вот она все в пыли стоит у него на 700 ватт блок питания плюс 80 стоит да вот дальше идем видеокарта видеокарта тут не написано на ней ничего ну тут можно только из ее снять посмотреть что за видюха стоит а сейчас посмотрим оперативку вот такая оперативка стоит и она у нас 8 гб 2 по 4 то есть вот эти вот одна планка 4 гигабайта вот 2 по 2 по 4 стоит у него ну и как написано а 7 процессор место вот а 7 процессор ну что смотрите вот видите пыли сколько там он пыли сколько короче что я хочу сказать компьютер этот я отвезу к своему товарищу на продувку сначала потому что пыли очень много даже на видеокарте смотрите сколько пыли вот тут вот сначала мы его продуем для начала а потом уже будем его включать потому что так включать просто нет резона вот конечно же хотелось бы мне его все таки этот компьютер восстановить попытаемся его восстановить запустить посмотреть что у него к чему вот для для более для более крутизны еще добавить еще ему 1 гигабайт чтобы не было 3 гигабайта жесткого жесткий диск 2 и 3 2 и 1 3 гигабайта будут в общей сложности ну и посмотрим там может быть винду поставить но здесь заявлена семерка есть наклейка где-то я видел где-то наклейка вот наклейка windows оригинальная поэтому проблем не будет все это мы сделаем вот ну в общем вот такой у нас хотелось его финальным боссом сделать но сейчас финальный босс у нас будет сейф сейчас будем блин медвежат ничуть так на этом все я заканчиваю пока с этим компом ребят вот мы к нему вернемся обязательно но для начала моего продуем забыл показать его сзади вот так вот он сзади выглядит получается что у него блок питания наоборот внизу стоит все это видео материнка вернее стоит вверху ну и вот тут стоит видеокарта ну что вот и сейфик как он был взят сумочки так он и остался здесь лежать как я попробовал потому что то есть вот будем скрывать может найдем там сокровище еще даже мокрый так здесь сумки тоже что-то валяется сумки какие-то мелочи сим-карта это железка ну и будем приступать ах ё-моё ребят она мне придется медвежат ничуть уже его вскрыли видите высверливали открыт ли он до открытого смотрите сколько здесь добра вот так вот ну да сейчас будем разбираться смотрите часы есть ротор кроется красный крест ну такие вариант 4 евро так дальше вот эта фигня адаптер на 12 вольт еще одного иди часы прикольные смотрите какие кальтон вот но тоже конечно дешевка скажем так но они хоть смотрятся более-менее так что за написано китая от форма ман ну прикольно смотрятся ладно оставим тоже вот смотрите у нас жесткий диск здесь на не вижу насколько он бегов 500 500 гигабайт жесткий посмотрим вот такая какая-то хрень что такое не знаю какая-то подставка под что-то здесь что-то на на этом стоял вот это может что это такое фенди вибрации он соля ручной вибрации он соля им какой-то на общем хрен его знает что такое посмотрите какие часики вау как открывается хуже сколько хочу блин к это ячина но понятно красивые но китайские китайский механизм тут крутой так тут пытались его достать видимо согнулись здесь наоборот в общем так себе находка конечно тут все так круто на самом деле ничего крутого нет вот по моему цепочка от них нет это цепочка от очков кстати такая цепочка может быть и именно сейчас посмотрим сейчас у меня тут есть мое увеличительное стекло да ребята проба так я мои никак не поймаю стоит проба не пойму какая но похоже на серебро очень даже хотя вижу что вижу что проглядывается под серебряным покрытием проглядывается медь вот ладно я более детально изучу это потом тем не менее вот такая цепочка у нас есть дальше у нас кабеля патриета кабеля 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 кабель на тел телевизионные естественно еще одна цепочка вот очков кстати мне пригодится наушники наушники здесь для автомобиля зарядка к это дальше зарядка для кстати мне пойдет для моего фонарика зарядка вот это сколько она вольт пришли соседи загалбили вороны блин смотрите вот такая какая-то вещица есть это что у нас такое как открывается это тоже часы ребят смотрите только они как-то о вот такие часы ведь у нее здесь нет вот этой штучки кстати крамбахер прикольно если их восстановить жалко конечно что здесь подрано все крамбахер это уже что-то интересненькое оставим хорошо и вот он замок от этого сейфа блин так здесь вот какие-то два это одевается на кабеля я понял вот они ключи от этого сейфа их похоже оставили внутри и захлопнули его как-то видите то есть это вот действительно от этого сейфа ключики мы их оставим может пригодятся нам когда-то дальше у нас какие-то кабеля проводочки это антенна кабель и еще один блок питания плюс здесь какая-то радио но ты все принципе принципе все больше здесь ничего хорошего не было вот так убираем вот вот это мы оставляем вот с этим разберемся совсем вот эти часы мне понравились очень смотрите они как брелок идут вот единственно что конечно же здесь вот вот это сюда штифтик можно найти и вот так вот так и вот такие крамбахер как они заводятся ну они электронные естественно ну чего такой на карабинчике ты дэнс на оригинальные часики в общем такого нас был финальный босс ребят на этом у меня все сегодня едем снова наш первый так что не пропускайте все будет всем удачи и до следующего видео видео